Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И это продолжение сетевой партии за Корею в 7th Civilization 6. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется прямо сейчас в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Сенегалов в Сеуле. Так, тут есть рост. Еще не приехало. Тут надо рост ставить. Тут есть, стоит рост. Тут стоит рост. Все. Так, давайте с оленями разбираться. Эту клетку кэнжу давайте передадим. Библиотека завершена. Ммм, стоит ли амбар строить? Наверное, да. Отлично. Отлично. Оракул. Оракул куча очков великих людей будет давать. Универ завершен. Это у нас... Так, в Каныне я хотел театральную площадь после. Как раз надо не забыть. В Кэнжу. Наверное, промышленную зону. Имеет смысл. Вот здесь. В Кэнжу промышленную зону. Сделаем. Сейчас на японец вышел в союзы. Нет, пока еще нет, похоже. Что он там всем рассказывает? Так, подождем. Подождем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, апаем каравеллы Даже без карточки На автомат ставим Универ И давайте Книгопечатание Да, открываем таки Да, что-то заменить можно Бонусы гавани А, вот это давайте уберем Содержание юнитов поставим У нас континент на троих почему-то Ну, я думаю, что мне надо идти в танки захватывать Голландию Спокойный Я, конечно, бегаю с того, как японец То есть при этом у него как-то немного городов вроде как Раз, два, три, четыре, пять Семь городов Почему он решил сюда высоку поставить Так странно Еще один ливнул Вон, корсиум какой-то О, наконец-то Оторвался до янтаря Так, так, так Мне-то, конечно, тут все Под Магнусом тут все пообрабатывать По-хорошему Но Магнус пока в каныне Поплыли Поплывем Найдем все-таки оставшихся ребят И она такой разговор И это мы Поплыли Не Найдем все Найдем не Прави П razor Им Найбер А Б Так, знаете что? Мне хочется вот этого торговца заполучить. 4, 4, 5. Знаете, что мне вот этого торговца хочется заполучить? У меня 10. 4, 4, 5. Еще у меня будет 49. Можно один проект провести на всякий. Пожарный. Мало. Нет, 4 хода. Что-то долго. Я по идее должен так его взять. Так. Здесь делаем. Так. Отличненько. Отличненько. Все мне нравится пока. Скупаем еще строителя. Я буду весь, все золотые, весь есть героический век скупать строителей. Просто весь героический век. Блин, сам Магнусом нужно, конечно. Тут кучу всего вырубить требуется. У нас вот еще есть. Так. И осталось, собственно, вот этот лес. Видимо, давайте, наверное, пересадим уже Магнуса. Ну, а Пингалу, соответственно, в Канэн. Так. И будем тут ждать, когда Магнус прибудет. Ускорили феодализм. Пока отъедаем города. Так. Что же в столице строить? Как-то немного тут производства, на самом деле. Это на советские гранты закончу. Так. Ну, можно с тремя открыть. У меня одно железо. Нету военных лагерей. Смогу спокойно строить коляске все равно. Она премьер-лимину. Принц с ней будет постоянно это посылать. Так. Что тут стоит крепостное право? Да. Надо поставить. Что больше зарядов будет подлян. 6 зарядов у меня будет сейчас у каждого рабочего, который я покупаю за веру. По-моему, это очень неплохо. 6 зарядов. Ну что, должен забрать этого, хотя... Вообще зависит... Да, тут зависит, к сожалению, от места в лобби, которое я занимаю. Сильные паруса, научная теория, порох. Может, на деньги уже отправлять? Да, не. Пока так. Следовательские гранты завершены. Ну, водяную мельницу сейчас нету смысла тут строить. Что, великая библиотека? Нет, я лучше тут еду. Запретный город. Вот запретный город можно построить, кстати. 16 ходов, правда, строится. Может, коляски начать уже строить? Нужны все-таки... Давайте. Надо поставить... Открою гильдию, надо поставить... Карточку на... Плюс 100 к коляскам. А, плюс 50 процентов. Красивая ромашка будет из коммерческих и производственных районов. Карточки. так перехода до прибытия магнуса встретил испанию компания группам японец 326 не что он хочет на меня нападать своими бригадами тут выплывать конечно тяжелыми может мне стоит как-то контролировать так а второй где не знаю к и поиска это большая армия виктор сеть может на меня нападать планирует отсюда а нет это другой торговец ну дополнительный губернаторский титул тоже неплохо между прочим давайте повысим рейн двойные бонусы центра коммерции серебро наконец обработать так здесь это делаем а 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 то магнуса ну здесь можно наверное мельница не знаю библиотека подводить библиотеку здесь построим продать отложим тогда производство пока здесь блин через 10 ходов следующая эпоха и я хотел поменять на 50 процентов юнитом кавалерии так вот и японец вышел ну я не заметил смысл тут дальше продолжать честно говоря темы соседи по выходили просто показал насколько круто играть за корею давайте может конечно и немножко походим но давайте посмотрим что то испанцы 28 науки на испанцы ну то есть сообщение игрок японец вышел знаю по какой причине но 5 141 наука у него было но я думаю это за счет гавани кстати при закончится беда эти 15 науки от гавани у него идет 8 то есть это коммерческие центры гавани закончил заканчивается золотой век у него жопа с наукой а у меня его продолжает весело дальше развиваться счастье получить танчик следующий это мы строим тяжелый колесец на самом деле это танчики и упил один ход продолжаем покупать строителей упаковите не вырубаю тоже душой манусы сюда пересажу вот таким здесь надо выручку что тут центр коммерции я планирую на этом месте уже без мануса можно вырубать у нас еще живых осталось вимпи дипи какой-то дерек джиордану это с четверо нас осталось их найти поставить что у них с развитием то есть те мои соседи по выходили просто понимаю что скорее делать нечего так ему и предлагает и даже не буду частники союза заключать с компьютером ничего чтобы бонусов не иметь а вот испанец не брезгует с компьютером странные места вообще на самом деле так давайте пингалу то продвинем театральную площадь гранты прокачаем так пока никуда не хочу ничего отправлять великая библиотека маргус уже тут сидит то надо вырубать вокруг здесь сверху ману она это ману это это Манмадол испанец охватил. Ну, можно прямые паруса открыть тоже, почему нет. Пингалов к ныне, здесь можно опять на рост поставить и в Сеуле можно на рост поставить, потому что губернаторы. Так, бонусы театральной площади, а вот центра коммерции вот это надо, давайте, 176 науки. Германия объявляет войну Испании. Вырубаем. Да, ну тут единственное, видите, мы не будем получать некоторый бонус от нашего салона, но я как-нибудь это переживу. Мастерская завершена, театральная площадь. Ну да, можно. А что с чудесами? Нет, чудеса как-то долговато. Джабель Баркал только там. Да. 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 Мастерская завершена, все равно куплю красители. Они правда есть, можно с кем-нибудь поторговать будет. Испанец Dick Sacking Sheffield. Чувак походу из Sheffield, я думаю. Великую библиотеку завершили. Театральную площадь, кстати, вот тут можно организовать. Сейчас вырубим следующим ходом. Эстерализацию так открою. Так, осталось у нас сколько ходов? Шесть ходов. Откуда я могу очки получить? Во-первых, сделать мечника, мушкетера, рыхвачку купить, в-третьих найти оставшихся двух чуваков. Так, этих чудо вот я нашел. Еще варианты. Мне не хватает тринадцать очков на данный момент. Продолжение следует... Продолжение следует... Охвачка сколько стоит? Нормальненько. Нормальненько. Она что-то вообще апается или... Из-за чего-то точнее. Ага, торбовед. Так, мы можем это... Сейчас наемников открыть и апнуть наших прачников в хвачку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то компьютер заголован зато какие-то военные лагеря строит. Продолжение следует... Так, сколько остается? Пять. Давайте берем наемников. после скидка на улучшение идет у меня лучник был опа так остается 9 очков здесь еще пушкетеров 8 очков с великими людьми инженера вряд ли но тоже вряд ли вот торговца можно перехватить писатель вон еще скоро будет не знаю ну еще надо этих встретить двух где-то где вот он немцам воюет в жене у меня есть универы еще двое в махенджи дару продолжу тяжелую колесницу несмотря на то что так тут центр коммерции несмотря на то что карточку убрал а вот еще получу очки за принятие вот этого этой технологии и плюс за выход в промышленную эру да то я наверно веду золотой век отлично точник угля оба обработана блин никто сделал надо было вырубить коров красота все практически обработано я не часто такой выигрыш бывает я очень забиваю на строителей но здесь за счет того что опять же корея очень круто мы вышли во все это ну а вот и перс только еще где-то немец и собственно все а это уже ливнувший какой-то чувак а так еще двое все равно есть перс ливнул еще двое где-то он должен тут где-то немец быть непонятно ну я не знаю как бы смысл дальше играть вы видите да науку и сейчас еще раз повторю закончится героический век там для многих или золотой и она упадет у них а все я уже в золотом еще две клетки надо вырубить вот эту и вот эту и магнуса можно будет пересаживать я уже тяжелых парень снизу маловато все равно о не хватает я разумея закончилась на покупке чего-либо надо уже на деньги каравана отправить так торговую республику бонусы центра коммерции бонусы от этого давайте пока все еще 50 процентов принятым кавалерием бонусы промышленной зоны ну гавань немного сейчас будет давать так что два жилья с городами большим количеством специализированных районов бонусы 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 танки стали варенье что у нас тут требуется арбалетчики бомбарды здесь идем национализм бонусы так теперь надо бы давайте посмотрим сколько колесниц надо бы этих раз два три четыре пять восемь девять десять десять колесниц но надо бы катапульт да и разведывательное управление тоже надо еще кавалерию строить и фан ну где то еще один игрок прячется не пойму а с кем испанец поют вот реально что это за развитие такое промышленная зона неплохо станет вот сюда я тут тоже холмы да вот сюда нормально денег у меня мало на это тоже не торгую бабши так давайте купим раванчик так можно магнуса пересаживать и у так боже кафаровские королевства прям у испанца на севере фабрику давать у меня еще и этот кстати оракул вообще валит просто очки великих людей еще с кем-нибудь заключил спасибо будет здорово спасибо еще заключил с кем-нибудь культурный союз итак мы вышли в золотой век только японии невеста еще вышел золотых немцы я уже встретил я еще кого-то одного не встретил и мы берем пожалуй реформа денежного обращения надо торговать с японцем куча бабли что было так инженер пены бесполезно конечно инженер прямо скажем ой каравел там прям плавает это серьезно о первое первый золотой город государства позже отправлен а можно как-то вот просто поменяться нормально так это что за договор тут несчастье из-за того что я пересадил губернаторов не обращайте внимание как говорится не знаю есть смысл смотрите за мной даже все компьютерные игры на императоре играем насколько я впереди планеты всей наемником будет взять следующим ходом кагама отваливается ко мне по лояльности что он в темный век вышел я в золотой торговый неплохой зону строю пиона даже не знаю давайте кипонцу так здесь надо карточку во первых первый постом во-вторых скидка отправляем в пандар брюней в пандар брюней в пандар брюней делаю стены у прибрежных городов можно опасаться только если кто-то на меня с моря нападет наконец то я всех встретил ну давайте смотреть настоящие игроки остались только за германию испанию а еще кто-то один давайте смотрим германия испания что у них с наукой германия 28 испания 35 по культуре 26 35 даже у меня уже больше ну 68 военная победа тоже даже не рядом 355 военную 413 ну и все то есть тут чисто досидеть до того как я в космос ваще я конечно сейчас встречу последнего игрока попытаюсь его найти писатель очередной так меняем карточки обратно валерия два влияния все оставляем как есть хотя можно и бонусы не центральной площади нафиг швильгельмина рвет по культуре уроки вот и 23 денежков блин убрал карточку когда-то было забыл про эту каравеллу все культуре я вырубал с уже магнус ура прибудет компьютерные игроки платим всякие сообщения упоминаю сетевой игре компьютерный игрок сам по себе вам никогда войну не объявит его только может быть кто-то купить только если может пить его желание новость на вас напасть new grass you don't ну и где мы еще тену сделаем на всякий случай не знаю чешу каком-нибудь я не так что долго строится трындец только баблась из киоты я зарабатываю так последние стены делаем кажется это в камен ушло блин дебильство когда он проверять конечно но иногда ну кажется как как он может куда-то в другое этот уйти наплю там блин где же еще один игрок так магнус прибыл ама не всего прибыл а давайте проверим да здесь рост здесь конечно небольшой рост но все-таки повысить можем рейну повысить напоминаю что каждое это повышение дает плюс 3 процента к культуре и науке этим всем губернатором городам то есть время плюс 9 процентов культуре и науке и в каныне тоже маха ботки маяк по-русски фигней человек занимается так кто нам тут построить рынок где народ на этой карте блин пророку не хочу колесницы строить дальше великими людьми мой персоса эти 30 очков великих людей но я думаю что перс просто с кем-то культурный союз явно а дарья мы можем даже глянуть а нет это никто ни с кем кри воюет с испании неизвестным игроком то есть где-то неизвестный игрок где-то должен быть по ходу и он берут своего города вот этот болт диппи как всегда забыл микрофон включить пока я тут всякое рассказывал кир меня предупреждает отличный японский корт и акагама камни отвариваются здорово количество торговых путей увеличена из кунжух сельдовка из кунжух киота бегает купим в сеуле лоб караван и это и так и так и это и Продолжение следует... Ого, какие-то немецкие корабли плавают. Я найду, где он вообще находится. А, вот американец. Вот последняя нация изобретения в преске. Не буду ничего менять. Персия объявляет войну Кри. Ну, в общем, я так понимаю, что карту сгенерировала так. Вот континент на 4, а вот это на 4 нации. Здесь на 3, и испанец одиноко на своем острове. Так, тут фабрика не нужна. Ну, давайте иницианский арсенал построим. Ну, ничего не запрещено. Ну, опять же, я повторюсь, видите, даже... А, вот я американцев встретил. Ну, давайте вот смотреть в итоге. У меня 174. У любых живых игроков, оставшихся в игре, у испанца 32,5, американца 30, у немца 27. То есть они просто вообще не конкуренты никак. Это просто мы сидим, мы сидим, и мне даже не надо ни на кого нападать. Мне надо на Голландию и Японию нападать. Просто выходить в ракетостроение и улетать. Поэтому на этом моменте я, собственно, закончу показ игры за Корею. Все очень просто. То есть я думаю, что многие из вас могут там сказать, что мог Голландец на меня напасть. Могли Голландец с Японцем объединиться, чтобы на меня нападать. Все могли. Ну, например, в случае с Японцем тут вообще легко отбивается нападение. Тяжелое для атаки место. Голландец, он делал, очень тяжело работал для того, чтобы в науку хорошо выйти. Ну, у голландца хорошая вообще ситуация вообще в принципе с реками. То есть это та нация, как и Япония, кстати, между прочим, которые могут более-менее конкурировать с Кореей по науке. Но мы видели, что у японца вся наука шла от гавани, от соседства гавани и коммерческих районов. То есть он в это пошел, видите, чувак умеет это делать, строить. Но даже с этим он отставал от меня по науке существенно. Гавани тоже стал отставать, но у него было все хорошо с культурой. И по идее я бы на него не нападал на танках, потому что, скорее всего, у него были бы корпуса чего-нибудь. Но в танки я все равно выходил раньше. И вот эти салоны, которые быстро строятся, а с карточкой дают 4А8 науки. Ну, вот смотрите, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть городов, шесть салонов. То есть 8-48. Это уже очень прилично науке. Здесь еще вы быстрые получаете ученых неплохих, которые вы можете использовать. То есть тут только если всей картой как-то наваливаться на Корею. Но опять же повторюсь, ну хорошо, навалится голландец с Японией. Ну тут, например, тот же испанец может сидеть, так и спокойно развиваться в это время на острове. Здесь, там, американец может развиваться. То есть в то время, когда вы останавливаете какого-то лидера, остальные игроки развиваются. И да, если бы голландец с Японцем хотели бы, они реально бы меня остановили. Не думаю, что взяли бы, но остановили бы я. Может быть, так. Ну, путем, за счет этой атаки они глубили и свое развитие. То есть, Корея банят не потому, что она без вариантов побеждает всегда в игре. А потому что с ней надо что-то делать, иначе она победит. То есть вы обязаны, соседи просто обязаны что-то с ней сделать. Иначе вот такой вот крындец получается, как у меня в этой партии. Ну, собственно, на этом все. Я не буду тут дальше продолжать. Показывает тут, по-моему, очевидно существенное преимущество. Вот, хорошее чудо. И, на самом деле, здесь мне дальше, опять же, повторяю, даже в танке мне не надо идти. Мне надо идти в ракетостроение и спокойно улетать. Ну, для этого, правда, танки тоже нужны. Прямо скажем. Ну, ракетостроение покруче, спокойно космопорт построить. Там, скажем, кто-то на меня нападать не будет из оставшихся игроков на карте. Все. На этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте умные игры. Всем пока. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Пока.